Следующим новым церковным праздником стало празднование весенних дней плодородия. Вы помним, что в иудаизме праздники делятся на осенние праздники и весенние праздники. Весенние праздники говорят нам о чем? О Пасхе, о страдании. Правильно, да? О Новом Завете, будем говорить, День Пятидесятника, Шаваот, то, что Бог дает заповеди для Израиля. И о том, в новой общине, или уже общине первого столетия, День Пятидесятницы, это не просто был праздник сошествия Духа Святого. Это был тот же праздник, даяние Слова Божьего, или же даяние Десяти Заповедей, как части свободы. Хотя Равшилл говорит, что буква убивает, а Дух живой творит, показывает на том, что именно человек, знающий Слово Божье, может принять это его Духа. Потому что Дух Святой никогда не будет противоположностью Слову, которую Бог дал. Вы понимаете, да? С Дух, что будет подтверждать только то, что было уже сказано. И поэтому Ишуа говорит, Он дастся вам, чтобы наставить вас на всякую истину, и напомнит вам все то, что Я говорил вам. Понимаете, Он ничего не говорил в противоположность Своего Слова. Он говорит, Я пришел исполнить всякую запятую и точку закона. И Он учил на основании закона. Потому что весь закон, он основан на двух заповедях. Хотя и 10 у нас, и 613 заповедей. Но он основан на двух. Возлюбие Господа и ближнего. То есть, он говорит, то, что Моше принес вам, две скрижаны. На одном была позиция Бога любить, а другой ближнего своего. И эта позиция очень серьезная. Были осенние праздники и весенние праздники. Осенние праздники говорят нам о судных днях. О судных днях. Говорим о жатве. Это Роша Шана. Что всему придет конец. Мы говорим о Йо-Кипуре. Судный день. Когда имена, которые мы записаны, будут прочитаны. Мы будем стоять перед Богом. И говорит о празднике, называется как Суккот. Суккот, это праздник, интересный праздник. Это праздник для всех народов. В этот день будет приходить Иерусалим и поклоняться. Это уже говорится о тысячелетнем царстве. Это праздник немножко будущего. Итак, да? Мы делятся на осенние праздники и весенние праздники. Константин делает то же самое. Он делит на осенние праздники такие. И туда всовывает, туда день солнцестояния, Рождество Христа, которое церковь не праздновала до этого времени. И весенние праздники. Весенние праздники. Когда язычники отмечали праздники плодородия. Канониты называли эту богиню Ашера. Перцы называли ее Астарта. Вавилоняне называли Иштар. Британцы. Или бриты, да? Эстер. Этого слова эстроген. Константина очень беспокоило то, что христиане праздновали день смерти и воскресенья в Пасху. И вот это очень беспокоило, что они делали все это в иудейские праздники. На Никейском соборе начинают говорить, что это незаконно такая традиция. И говорит, что смерть и воскресенье Иисуса Христа должно праздноваться в один день. Воскресенье. Воскресный день. Это повеление было указано для всех церквей, которые существовали тогда, чтобы было приказом сделано. Которая следовала за первым полнолунием, после дня весеннего равноденствия. Они назначили этот день. Которая следует за первым полнолунием, после дня весеннего равноденствия. Которая ассоциировалась с весенним праздником плодородия. То ли с почтением Астарты, Ашеры, Иштар и так далее. Богиня плодородия. Это был особенный праздник для римлян. Символом плодородия для Астарты было яйцо. Римская традиция была раскрашивать яйца и ставить по всему дому. В день весеннего плодородия. Никийский собор постановил воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вытащить из контекста пасхальной свободы. И привести его в празднование новой жизни. Страдание, смерть Христа превращает его в праздник новой жизни. Основывает на том, что Ишуа говорит, что я творю все новое. Новая жизнь. А новая жизнь праздновалась во времена поклонения Астарты. То есть день плодородия. Через яйца, приношение, раскрашивание яиц и так далее. Празднование новой жизни. Что интересно, что для нас, славян, это понятие воскресение из мертвых. Оно больше прилично. Здесь в церкви воскресенье, что воскресе из мертвых, то есть восстал. Большинство с западной стороны, они не ассоциируют это слово воскресенье из мертвых с тем праздником, который они празднуют. Они называют праздником Истер. Истер называется. И больше всего ассоциация идет именно с праздником Эстер. В это время, я вам скажу, что происходит на Западе. Начиная от Европы, Англии, Америки, в других местах. Они празднуют, типа, воскресенье Христа, приносят друг другу подарки, раскидывают яйца раскрашенные. Приносят, может быть, здесь так? Зайчики. Игрессы, возможно, устраивают и все остальное. Ипотически у нас здесь тоже, так называемая пасочка, да? Пасочка. Кто из вас вообще брал пасочки в церкви? Ну да, там как бы, ну или покупали пасочки. Да? Кушали. На что они похожи? На что нам, да? На, на, на. Плодородие, я понимаю, в великое плодородие, это самое. У меня дочку так уже не бросил, когда мы спал. Ну, я понимаю, я понимаю, что наш, что вы можете показать, что это похоже на это самое, на гриб, который нашли в саду. Но, на самом деле, я не говорю о том, что на что оно похоже, говорю о том, что фактически не имеющее ничего общего с Пасхой, которое написано в Писании, что кушай Пасху свою с опресноками, да? Неделя опресноков должна быть, постный хлеб и так далее, и так далее. Но, что в церковной системе происходит, мы кушаем Пасху, а на Рождество, большинство из людей кушают кучу, да? Что является пищей для мертвых, чтобы вы знали. И она такая вкусная, такая вкусная, такая вкусная. Какие эти паски пошли вы как-то поклонились? Почти, да, оттуда. Там же, где и яйца, и все остальное, как бы, что на похожем. Ну, поймите, хотя прецедент был, послушайте, хотя прецедент был, даже в современной иудейской Пасхе элементом воспоминания о храме существует яйцо, которое подпалено и так далее, оно существует. Как давно эта традиция существует в иудейской терминологии, я не знаю, честно, я не исследовал это. Но, как бы, в самой Пасхе иудейской существует, как бы, символ яйцо, как разрушенного храма. Но в христианской теме, мы говорим, то, что было построено Константином, вот вошло в позицию приносить на Пасху и яйца, и кролика всяких и так далее, и так далее. В результате Никейского собора воскресение Христа было вырвано из библейского контекста. Начало празднование в контексте языческих праздников. Полностью перешли на, заменили языческие праздники. К концу 4 века языческое поклонение было вне закона. Вы должны понять. Языческое поклонение было вне закона. То есть, статуи Астарты, Зевсов и всех остальных богов были вне закона. Империя официально становится христианской. Языческие храмы стали христианскими церквями. Языческие святыни превращаются, какие христианскими. В некотором смысле языческие шаманы, языческие жрецы, священники, как они назывались, становятся под колпак христианского священника. Всем те, кто исповедовал язычество, им объясняют, что они теперь живут в чистом христианском государстве. Ситуация такова, слагается в это время, что я не могу, я не говорю вам как истину, что точно так и было. Это предположение, которое большинство исследователей и историков предполагают, что вот такое массовое обращение в христианство привело к несознательному принятию христианства, как таковому номинальному принятию. Не было силы, вот это действие Духа Святого, которое работало над душой человека. И Дух Святой тогда обращал людей через понятие греха. И было настоящее покаяние с возрождением свыше. В это время эти язычники, которые массово должны были изменить свой образ жизни, не понимали, что такое Христос и как его принять как личного спасителя и Господа. Поэтому для них он уже превращался как бы заменой. Был такой Бог Солнца, теперь он явился в теле, он пострадал, теперь он за нас и превращался как идолом. Потом в одном из распространенных культов был культ Исса, Исис. Это богиня, египетская богиня. Исис. Да, ИС, ИС. Исис. Называемая Великой Девственницей. Исис. Чаще всего изображалась в Египте, как женщина, держащая ребенка, которую называли гором. Этот культ ввели в христианство. И до сих пор мы имеем изображение богини Нева с ребенком Иисуса. Ну, это так, там как бы, ну, это многие вещи, которые мы будем говорить больше по истории. Да, гор. Гором или к гору. Можно теперь было спокойно изменить этот культ, потому что Римская империя распространилась, мы знаем, от Англии до Северной Африки, полностью побережья. И Египет был частью ее владения. Легко теперь эти капища, которые были применять у себя. Таким образом появилась в христианстве образ Марии и маленького Христа. Можно было теперь спокойно изменить только имя, что-то осталось на самом деле, что те мифы превратились в реальность, подтверждается это сотнями людьми. И вот таким образом чудо произошло на Земле. С Артемидой и Феской, тот же самый вариант. Если бы Мирием дожила до того времени, она была бы шокирована, что простой девушке из простой еврейской семьи сделала такую честь, она была бы больше шокирована. Возвели ее в ранг Бога, что полностью отрицает вероисповедание иудеев. Вопрос Богородицы и так далее. А? Да, вы помните, что Мирием она была смиренной. Но также Мири же говорили, что мне не будет говорить за это послание, вы говорили, что ты иди. Не об этом Мирием. Это то, которая была блудницей, которая обмывала ноги и так далее. То и говорили, что то, что она сделала Господу, она приготовила его к погребению. Немножко другая Мириема. А в ранней общине не было такого понятия. Мы не видим. В учении апостолов не было такого. Сам Павел говорит, я ничего не хочу знать, кроме Христа, притом не рожденного, не Марии, никого другого. Я только хочу знать Христа, притом распутом. Это все было основано и на иудейской понятии искупления от грехов. В том же образе начали образовываться святые, заменяя других богов и божеств всевозможных. Давайте возьмем пример. Вот вы язычник. То есть вы не знаете Бога, живого Бога Абрама, Матсаха, Якова. Например, вы всегда работали на поле земледельцем, ваши родители, ваши прародители, вы, ваши дети. У вас был свой храм, куда вы ходили, Богу плодородие, приносили жертвы. И в один момент вы сказали, ваша секта недействительна, теперь у нас есть один Бог. Куда вам приносить и где вам приносить жертвы и кому молиться? Как язычнику, вы придете в тот же храм, в который выходили раньше, который превратили уже в храм одного бога, какого-то воскресшего. Бог говорит так. И вы помолитесь Богу, который все сотворил и землю, и все остальное. Не имея понимания возрождения свыше, покаяния своих грехов. Это случается именно в это время. Вы просто называете того же Бога, в который вы верили, другими именем. И все. К концу 6 века фактически полная приходит реформация. Перереформация. Все, что было языческое, и все эти идолы, и все остальное переименовали. Статуи уничтожили, Зевсовы, и все остальное. Даже есть предположение, что это было, что их свезли в одно место в Римской империи. И потом при Великом пожаре что-то случилось с ними. Чего больше ничего не нашли. Реально, можно сказать, я буду говорить так. Лидер уже нового движения христианства не имели никакой концепции понятия, почему кровь очищает от греха. Понятие Пасхи, таковое выхода из Египта и из дома рабства, не оставляет никакого понятия в их совести. рождение свыше, как понятия такового уже нет. Ты уже родился в христианской семье. Тебя крестят в раннем возрасте, отдавая тебя уже в христианство. в христианство. Понимаем, да? Церковь становится могущественной и процветающей политической организацией, практически без свидетельства об истинном духовном возрождении. церковь становится уважаемой военной силой, отрекаясь от сверхъестественной силы от Бога. Мы говорим, силы же его отречься, да? Есть легенда о франциске с иском. Это один из католических таких святых. Есть легенда. Когда Франциск пришел к папе Иннокентию Третьему, папа повел Франциска в тронный зал с гордостью показывая украшение драгоценностей. Видишь, Франциск хвастался в церковь и уже не стоит говорить то, что однажды сказал Петр. Серебра и золото нет у меня. На что Франциск ответил Да, Ваша светлость, но также церковь уже не может сказать Моиме Иисуса встань и ходи. Ну, я буду говорить о том, что мы не знаем, это точно записано, просто не было прослушивателей и записывающих носителей, чтобы доказать сходность голосов. Но это то, что записано. К 800 году церковные сборы признавали все законы иудейские, не признавали законы иудейского абсолютно. В 800 год церковь не признает иудейских праздников. вне закона стала иудейская образ жизни. И даже начали отвергать, что Иисус жил по иудейской стилю. 800-й год. Я вам скажу, как происходило обращение иудеев в Испании. Как говорят из такой фильм мечом, огнем и мечом. По страхам смерти их обращали в католицизм. Многие теряли свои жизни, многие приходили в церковь. Это было страшное время. И в это время же действовала инквизиция очень серьезная. как выявляли иудействующих. Ведь они все приходят в церковь. Вроде крестятся, встают на колени, целуются. Очень просто. В шаббат в пятницу вечером вылезали на крыши испанских домов и смотрели на дымоходы. Если из трубы дымохода не идет дым, значит, там живут иудействующие. И уничтожали все семьи. История. Обращение императора в христианство произвело конец мессианской общине. Мессианская община. Мессианская община. Как ненависть к иудеям, так и ко всем праздникам библейским привело к уничтожению всего мессианского обвижения. Можно сказать, что церковь себя отрезала или оторвала себя от живительного корня, о котором говорил Павел. Отсекли себя от природной маслини. И если природная маслина сама по себе растет, а ветви, которые неприродные, дикие, были отсечены путем этих реформ, эти ветви засыхали. Но мы говорим о том, что в Бога есть милость. Правда? Всегда есть милость. У нас сколько времени осталось? Совсем немного, да? Только в 16 веке. Только практически полторы тысячи лет спустя. Долго. Бог начинает свою реформацию. Начиная с 16 века по сегодняшнее время Бог делает свою реформацию. и большая часть утраченного было восстановлено. Чего мы не видим сегодня еще. Это восстановление той дикой маслины, что она была привита обратно к корню, которая держит ее. О том, чем говорит пара. Мы еще не видим этого глобального. Есть небольшие попытки в церкви понять принципы божьих праздников. Диалог с иудейской стороной этого понятия. Попытка возвращения к мессианскому возрождению. Попытка возрождения домашних групп, хвалы и поклонения, духовных даров, возрождения свыше понятия того, что вера в Христа через веру, а не через рождение как таковое. И история церкви 16 века делает резкий поворот к переменам. Поэтому в следующий урок мы будем говорить о том, что потеряла церковь, когда мы были отсечены от корней, от природной маслины. Окей? Пускай Бог благословит вас до следующего встречи.